Эта ваша песня будет авторския. У меня тоже будет авторския. Только не песня. Стих будет авторския у меня. Это что ты поставил? Пидр называется. Пидр. У меня тут три месяца есть у меня. Это честь и юбилей. Буду читать стих. Одна строчка будет тебе, вторая тебе, а вы разберитесь, кому какая. Это не просто стих. Это стих, который на Ачинган был нарисован. Подплох выпить и съедим. Стих назвать басну. Про ворону. Я буду декламировать и показывать. Опа. Однажды Бог послал воронку сочек сыра. Ну, пармезан. И он вот тихонько жрал совсем один, как партизан. Сидел себе на ветках за место. А буретка и жрал, и жрал. Скорей, чтоб кто-то не украл. А мимо шел лиса и колбаса. А нет. Сир за мир. И тоже сразу очень захотел. И так даже сильно, что даже весь спотел. Прямо даже столько сделал, как собак. Вот так. И говорит. Привет, ворон. Вахтай. Посмотреть надо тебе со всех сторон. Какой ж ты красивый лич стал. Ведь я тебе давно два. Нет. Три сутки не видал. Какой ж ты теперь неординарный. Какое лицо. Какой фигур шикарный. И как к тебе идет твой черный цвет. Науми Кэмпбелл. Нет. Витми Хьюстин. Нет. Я прям тебя совсем не узнаю. Прости, что рядом так с тобой стою. Я просто отрываю. Глаза не в силах от твое лицо. Какой же он киросидный. С тебе портрет над писать картиной. Помещать в смирный паутинок. С тобой рядом даже Монализа не смотрится. А так себе. А Глиза. С тобой рядом сам Софи Ларен. Как рядом с розой огородный хрен. Прекрасен вверх твой. И прекрасен вниз. И пусть с ума сойдет от зависти Борис. Вот это как его там. Моисей. Твой задний низ гораздо красивее. Так говорит лисец. И тихо-тихо подходит ближе. Хитрый пилят шулыха. Ворон молчит. Но куш перестал. И вот смотрит вниз как Ленинс перестал. Лисец. Совсем немножко отдохнул. И снова. Эй ворон. Ты шо заснул? Не спишь. Я тут тебе шо сказать хотел пока ты в Галливуд не улетел. Шо переклоняюсь перед твоим умом. Себя я чувствую при этом просто чмом. Когда смотрю на твой высокий лоб. Ты гений. Твоя мысль. Как антирок несет. Скачет. Приезжает время. Ты самый мудрый между нами всеми. На твой налог написано вот тут. Шо ты закончил главный институт. И шо сметану ты закончишь академий. И зуб даю. Шо нобелевские премии тебе вручат. Ну максимум в субботу по математике я контрольную работу. Шо. Я глаз даю. Шо умных в этом мире ну только два. Ты и пендиум четыре. Шо. Спасибо бог что ты позволил мне родиться в один эпох с этой. Вы лихли птица. Шо. Так говорит лисец. И ближе ближе к ворон своим пододвигать лежит. Ворон молчит. Надус как индюк. Аж пуз. Шо. Шо. Такой важный стал как будто царь. Как будто первая птица генеральный секретарь. Лисец хитрый отдохнул слегка. Теперь ключи уже такого дурака. Что даже сам себе немножко удивился и говорит. О господь. Неужели я улюбился? О мой прекрасный зон мой ворон. Ты дал видишь меня до похороны. Нет без своей любимой жизни детка. Сейчас повешусь вот на этот ветка. Нет. Отравлюсь вот этот мухомор. О мой ворон. Моя лав. Мой шон. Как больно знать что ты меня не любишь. Что ты мой супруг никогда не будешь. И не снесешь мне маленькое яйцо. Точно-точно похоже на твое лицо. Вах. Вах. Плохо мне. Вах. Умираю. Инфаркт. Инсульт. Инцест. Ах. Я не знаю. Навсегда замри. Ну что ж ты молчишь. Зови скорей. Ноль три. И он упал. Рука в груди пережатый. Как будто что его хватил к квадрате. Ворон. А что ворон. Он клюв разинул. Просил. Забыл. Из рот его не вынули. Что ты тут же подавился. И вместе с сыром с дерева свалился. Что дальше. Пищевой желудок. В лесах город и был ублюдок. За пол часа ворон переварил. И стал ворон уж не такой как пил. И вот эта мораль такая. Когда имеешь сыр сиди кушай. И никого и никогда не слушай.